Меня зовут Александра Калинина. Я здесь вместе с моим коллегой Георгием Рычко. Громче, да? Я здесь вместе с моим коллегой Георгием Рычко. Мы вместе работаем в компании Valor Software. Это компания, специализирующаяся на технологиях Минстека. И сегодня мы хотели бы вам рассказать доклад о версионировании данных диапазонами в MongoDB. Когда мы начинали работать над этой темой, мы были немного удивлены тем, что информации по версионированию в MongoDB достаточно мало представлено в интернете. И мы пользовались решениями, которые могут помочь нам с нашей задачей, которая, я скажу немного позднее, которая могла бы помочь с нашей задачей не только вот NoSQL решения, но и релационные базы данных, графовые базы, в общем, любую информацию, которая могла нам помочь. И мы собрали весь этот опыт и выполнили такое решение, которое удовлетворяло нашей задачи. Итак, давайте немножко поподробнее вообще, что это за такое версионирование и для чего оно вообще нужно. Это версионирование необходимо в первую очередь специалистам в области обработки данных. Дело в том, что специалисты подобного профиля, они призваны обрабатывать статистическую информацию и выдавать некие выводы, решения на их основе. Пользуются обычно они общедоступными источниками данных, такие как источники UNICEF, Data Group, UNESCO. И эти глобальные организации, они предоставляют отчетность для широкой публики, все, что может понадобиться, все, что может заинтересовать из работы этих организаций. Однако проблема той отчетности, которую они предоставляют, в том, что данные эти стандартизированы только в рамках этих организаций. И это превращается в работу, действительно, в очень сложную, трудоемкую работу для Data Science, того специалиста в области обработки данных, который пользуется этими данными. И наша задача была упростить работу со статистическими данными для того, чтобы Data Science, а также мы с вами, обычные люди, могли бы проанализировать, воспользоваться этими данными и, например, визуализировать их или получить какие-то свои собственные выводы на их основе. Однако вот эти всемирные организации, они пытаются найти решение, какие-то придумать общие стандарты, которые упростят работу Data Science. Но, как в том комиксе XKCD, придумав очередной стандарт, он становится никому не нужным, потому что он тоже массу чего не учитывает. И вот нашей как раз задачей нашего проекта оказалось помочь Data Science, чтобы они решали ту задачу, для которой они существуют. Мы, используя статистические данные, заносили их в базу, модель которой представлена на следующем слайде. Я сейчас о ней расскажу немного поподробнее. Это модель, тут не обязательно запоминать те поля, которые здесь указаны. Главное запомнить, что между этими моделями существуют некие взаимосвязи, которые как раз и накладывают ограничения на версионирование. Дело в том, что в интернете представлено версионирование лишь одного документа. И версионирование вместе со связями, с документами из других коллекций представлено не было. И это как раз и является темой нашего доклада. Давайте немножко подробнее разберем, что означают эти модели, для того, чтобы лучше понять, в чем состоит именно само версионирование. Итак, что касается модели Concept, это аналог некого понятия, например, такое, как население страны или population. Население страны, это как понятие, имеют ряд своих характеристик. Например, такие, как единица измерения, название, тип и так далее. Также в нашей системе есть модель Entity. Я буду пользоваться той же терминологией, которую вы видели на слайде выше, для упрощения понимания, чтобы то, что я говорю, сходилось с тем, что вы видите на экране. Итак, Entity – это некие заранее известные значения, которые принадлежат концептам. К примеру, года – это заранее известные значения, которые принадлежат концепту Time. Ukraine, Европа, регионы какие-то – это то, что принадлежит концепту Geo. Также у нас есть модель датапоинтов. Это то, что хранит определенное значение, определенную величину. К примеру, 10 миллионов человек населения проживало в Америке за 2000 год. Это значение находится на пересечении двух Entity. Пересечении двух Entity, как мы видим, 2000 год и USA. Точно так же хранятся все остальные датапоинты, у которых есть связи с Entity и с концептами. Также мы видим, что этот датапоинт, он относится к концепту Population, населения, которое, в свою очередь, имеет единицу измерения – миллионы. Для того, чтобы немного приблизить это к реалиям, к нашим реалиям, мы давайте рассмотрим динамику изменения населения в Украине на вот этой диаграмме. То есть мы все хорошо знаем, что динамика населения страны, она существует, и мало того, она отображена в определенных статистических данных определенных организаций. Представим себе, что во время пересчета населения заранее кто-то уже посчитал, какое примерно население должно быть в Украине за этот год. Однако, потом, по итогу, например, оказалось, что… Да, вот после переписи населения оказалось, что в 2001 году население Украины составляет не 50, как по предпросчетам должно было быть, а 48 миллионов. Как это должно было отобразиться в данных, которые вводит, к примеру, оператор? Давайте рассмотрим как раз на примере нашей модели датапоинтов. Да, мы сейчас приводим пример того, как версионирование обычно представлено в интернете, то есть то, что легко можно найти в общем доступе. Итак, вот у нас есть коллекция, в ней, допустим, 4 документа, которые… Три из которых являются… Можешь? Да. Три из которых хранят следующие значения, введенные оператором. Сначала оператор не ввел никакое значение для определенной страны, допустим, для Украины. Затем он ввел 50 миллионов человек, и затем следующий вариант. Он исправил, доуточнил данные, поставив 48 миллионов значения. Каждый из этих документов – это отдельный полноценный, полноправный документ в коллекции. Как они устроены внутри? У каждого из этих датапоинтов есть поле Origin ID, которое ссылается на первый базовый документ, который начинал все версии. То есть, к примеру, в нашем случае это то, что первое ввел оператор, это значение null, затем следующим будет значение 50, и следующим 48. Все они имеют ссылку на свой первый базовый датапоинт. На следующем слайде можно увидеть, что у каждого из них есть своя версия. У первого, естественно, первая, вторая и последняя. Маркер инфинити означает, что этот датапоинт, он является последним среди всех версий этого документа. Это сделано для того, чтобы проще было потом задавать запросы. Нам не нужно будет знать заранее, какая последняя версия, мы просто ее будем знать. Давайте посмотрим, как это будет квериться. В нашем случае, если нам необходима вторая версия какого-либо датапоинта, мы просто указываем… Да, вот она будет со значением 50, как мы помним из вышеперечисленного слайда. И если… Да, вот на следующем слайде видно, что мы запросили определенный датапоинт, его и получили с его запрошенной версии. Да. Теперь, если вдруг нам необходима последняя версия, то мы просто меняем version, да, получая значение 48. У него также есть этот origin ID, мы помним его. И это версия, маркер того, что эта версия последняя среди версий этого датапоинта. Итак, что становится, что происходит, когда у нас появляются связи у датапоинтов? То есть когда датапоинт не сам отдельный, а когда у него есть связь, к примеру, со своим концептом. Ну, как мы помним, мы решили взять датапоинт, это население страны. Вот. И представим себе, что оператор сначала поленился и ввел значение названия этого концепта как поп. Ну, название не очень благозвучное, оно ему потом не понравилось, он решил его переименовать. Он назвал его population для того, чтобы можно было это потом отобразить как-то на графике красиво. Вот. И также он решил изменить единицу измерения у этого концепта. И, как мы видим, у каждого из этих концептов есть теперь своя версия, первая и последняя, и ссылка. Ссылка на тот датапоинт, собственно говоря, который относится к этому концепту. То есть наши, допустим, 48 миллионов, относятся к концепту population. В чем проблема подобного подхода? В том, что имея две версии концепта, и, как мы помним, у нас еще есть три датапоинта, у которого у первого значение null, у второго 50, у последнего 48. Как мы можем знать, какая версия из этих датапоинтов должна относиться к какой из этих версий концептов? У нас нет соответствия. У нас есть просто версии отдельно каждого документа. И все. Также, если вдруг мы попробуем решить эту проблему, к примеру, мы сделаем копию всех датапоинтов, которые относятся к нашей новой версии концепта, и таким образом решить эту проблему, значит, что тогда получится? Мы теряем время на копирование, потому что нам же нужно взять все эти датапоинты и создать новые документы. Также мы тратим место под эти датапоинты. А представляем себе, что это же статистические данные, значит, их очень много. Это гигабайты, терабайты данных. И, следовательно, мы многое теряем. Как же быть? Что можно сделать в подобной ситуации? Вот как мы решили эту проблему, расскажет нам Георгий. Переводит дух. Собственно, эта версия, вернее, этот подход к версионированию, он лишен всех тех непотребств, о которых рассказывал Александр. То есть у него есть несколько преимуществ. Первое – это то, что данный подход может версионировать не только документ сам по себе, но также его связи с другими документами в других коллекциях. А помимо этого мы получаем как плюшку возможность в рантайме переключать версию. Кроме того, он очень хорошо задизайнен и просто идеально создан для того, чтобы у нас данные применялись с небольшими обновлениями, дельтами. В чем же суть этого подхода? То есть как наиболее просто его изобразить? На самом деле все очень просто. Он изображается вот этим неравенством, в котором есть три элемента. Это правая граница диапазона, левая граница диапазона, to from, соответственно, и версия. Версия всегда живет в границах этого диапазона. Чтобы лучше, наверное, понять или ухватить идею, наиболее уместно будет сравнить вот эту штуку с надгробием. У нас на надгробе зачастую есть дата рождения и дата смерти. Поэтому вот версия from to – это как раз соответствие датам рождения и дата смерти. Только from – это у нас версия рождения документа, а to – это версия смерти документа. И документ живет, когда его версия находится в этом диапазоне. Далее, для того, чтобы лучше понять подход, мы рассмотрим маленький пример с версионированием лишь одного документа. Допустим, что у нас есть та же модель данных, которые мы рассматривали, дата-пойнты, которые, знаете ли вы, что это, не знаю. Но есть у нас этот дата-пойнт и есть у нас концепт. Концепта еще нет, у нас есть только дата-пойнты. У нас их пока два штуки. Один из них имеет версию 1 и живет до бесконечности. То есть он живет сейчас, правильно? И тут мы решаем, что нам необходима новая версия этого дата-пойнта. Мы вводим новую версию. Видим, что предыдущий документ умер текущей версией, а текущий документ начал свою жизнь опять же этой версией. Если мы добавляем новый документ, новое состояние получается дата-пойнта, все происходит аналогично. То есть операции повторяются, мы закрываем, то есть убиваем предыдущий дата-пойнт, новый начинает свою жизнь с текущей версии. И есть дата-пойнт, который совершенно не меняется. Он один и тот же на коллекцию среди всех дата-пойнтов. То есть он реиспользуется от версии к версии. Вам не нужно создавать копию, а вы можете просто реиспользовать те документы, которые есть, просто поддерживая в правильном порядке вот это неравенство. Далее давайте посмотрим, как же можно запросить разные версии нашей системы. В первую очередь мы трансформируем наше неравенство в запрос Monge. Это очень несложно, там буквально пару строк. В каждом из этих запросов тут очень плохо видно, но я думаю, потом посмотрите на презентацию или видео посмотрите. Но каждый из этих запросов, трансформированный из неравенства, содержит свою версию. Первую, вторую, третью, соответственно. К нам возвращаются документы. В каждой выдаче документы абсолютно разные, которые соответствуют версии измененного дата-пойнта с предыдущего слайда. То есть видите, один, два, три, два, три и три последние получается. То есть на каждый запрос, там у нас цифра стоит, они выдаются совершенно разные. И один выдается один и тот же. Это просто потому, что он реиспользуется от версии к версии. То есть он живет, начиная с первой версии, заканчивая текущей. Все очень просто. То есть теперь мы видим, что у нас также поддерживаются связи от дата-пойнта к дата-пойнту. То есть назад-назад. Технические неполадки. Ну верни еще на один слайд. Да, вот у нас получается версия, у нас поддерживается ссылка, что вот это вот несколько документов, они были рождены из одного и того же дата-пойнта, получается. У них общие родители, поэтому по этой ссылке мы можем проследить, как они менялись и какие версии к чему относятся. Далее, что случится, если документ был удален. Вот он не нужен нам в новой версии системы, мы не хотим его видеть при выдаче. Все очень просто. Мы просто меняем его свойства to, то есть он умирает, мы его убиваем. Эдакий суицид. Его больше не существует. Он в новую версию не переходит, нового состояния не создается. Он перестал существовать на предыдущем этапе. Теперь вторая проблема, которая была с предыдущим версионированием, это версионирование документа к другим документам в коллекции. Опять же, имеем ситуацию, когда у нас есть пример, у нас есть документ, дата-пойнт и есть два концепта. Эти два концепта имеют различное состояние, просто потому что они разные версии одного и того же. Разные версии. То есть этот у нас был первой версией, этот текущая версия. Дата-пойнт у нас не менялся, он как был, так и остается. Теперь предположим, что у нас ссылочки, кстати, сохраняются. То есть у нас есть дата-пойнт, который ссылается на вот эти концепции через поле концепта. Обычное линкование в Монге или как внешний ключ в реализационных базах. Ничего сложного. Далее, что происходит, если мы попытаемся сделать запрос на первую версию нашей системы. То есть какие документы к нам вернутся. К нам вернется наш дата-пойнт, который, собственно, и был, потому что он единственный в своем числе. И вернется первая версия концепта. Заметьте, первая. То есть не та, которая была последней, а первая. В какой-то момент времени на первую версию. Теперь ссылочки у нас сохраняются. Тот же дата-пойнт, который просто ссылается на состояние предыдущей версии концепта. Теперь у нас запрос идет на вторую версию. Все происходит то же самое. Но у нас возвращается уже совершенно другой концепт с другими значениями. Получается, что у нас теперь уже millions и population, а предыдущий был pop и items. То есть обычный запрос уже навернул совершенно другой слой системы. Все работает очень быстро и очень просто. Версии, соответственно, у нас тоже поменялись. У дата-пойнт остается тот же, а концепт поменялся и его версии. Теперь я немного расскажу о проекте, где мы внедрили эту штуку. Да, это не просто теория, это реально существующая функциональность, которая у нас работает. Наш проект занимается тем, что он перемалывает большое количество CSV-файлов. Файлы, они хоть и тремиальные по структуре, но тем не менее могут достигать приличных размеров. До 7 гигабайт, их может быть тысячи просто. Мы занимаемся перемалыванием таких документов. Это статистическая информация в основном. И зачастую там случаются какие-то странные ошибки в каких-то цифрах. И не хотелось бы просто брать и всю систему снова кормить вот этими файлами и ждать столько времени для того, чтобы они переработались. Поэтому мы ввели это версионирование и, собственно, начали его использовать, потому что хотели быстрого обновления и возможности отката на предыдущие версии, если, допустим, кастомеру эта версия окажется неправильной или он подумает, что та была более стабильная, правильная и так далее. Наши CSV-файлы, которые мы используем, они хранятся на GitHub, в обычных репозиториях. Собственно, естественно, они не хранятся под системой контроля версии Git. И поэтому очень естественно было бы брать и получать дифы изменений, то есть те дельты, о которых я говорил вначале, посредством ГИТа. То есть что мы сделали? Для того, чтобы получить этот диф, мы использовали Git и такую утилиту, как DAV. Это такая спецификация и библиотечка, которая позволяет описывать изменения между двумя таблицами в CSV-файле. И, собственно, шагая этими коммитами в Git, в репозитории, мы получаем различные версии системы. И вот этими чанками, вот этими дельтами, мы загоняем данные на сервер и поверх предыдущей версии строим новую версию. Собственно, вот такой слоеный торт получается. Это был наш проект. А теперь Александр вам расскажет более в графической форме, как это вообще выглядит, потому что на словах, наверное, не очень понятно. И с текущим качеством наших примеров тоже не очень. Поэтому, Александра, давай, сделай. Да, я сейчас… Это не надо. Не надо. Я сейчас буквально пару минут на последний пример. Он чуть более наглядно вам покажет. Значит, у нас, представим себе, что есть репозиторий, в нем есть шесть коммитов, в нем хранятся CSV-файлы какие-то, были произведены определенные изменения в них. Вот. И как эти изменения будут выглядеть на диаграмме жизненного цикла тех документов, о которых мы говорили. Представим себе, что у нас есть вот ряд этих документов. Каждый из них подсвечен определенным цветом. Ну, они сгруппированы. У каждого написано, в какой коллекции он хранится. И их, естественно, значение. Все они относятся сейчас пока к версии 1, которая, как мы помним, должна храниться в поле from. У нас также есть поле to у каждого из них, которое будет равняться бесконечности для них. Также между ними есть определенные связи, как мы помним, из модели ранее. Как будет накатка происходить в следующей версии? Да, вот. Представим себе, что мы накатили вторую версию, только изменения, добавили только исключительно три документа, ну, в нашем случае, которые добавились вместе со своими ссылками на другие документы. Некоторые из документов прекратили свое существование на этой версии. И обратите внимание, что это дельта изменений. То есть здесь нет копирования данных, которые не изменились. Здесь только добавились те данные, которые поменялись, да и все. Вот. И точно так же мы накатываем третью, четвертую, пятую и, наконец, шестую версию. Да, немного похоже на войнушку, но ничего страшного. Итак, вот примерно подобным образом, то есть каждый документ проходит свой жизненный цикл. Где-то он закрывается, где-то создается. И это работает действительно очень быстро. То есть не нужно восстанавливать историю изменений или еще что-то. То есть мы каждый слой можем получить отдельно, причем с одинаковой скоростью. Можно вот на примере ГИТА или системы контроля версии это примерно представить себе. Давайте быстренько выводы, которые мы только что услышали. Значит, что вообще было на этом докладе. Итак, первое, что это версионирование данных диапазонами. Что оно помогает делать? Первое, что оно помогает быстро переключаться между версиями. Также он быстро позволяет откатывать любые изменения. То есть это же диф, если мы смотрим на это как на коммит, мы легко можем ревертнуть любые изменения. Также мы избегаем избыточного пространства для хранения данных, которые не изменились. И не тратим время на создание копий. Да, дальше у нас хранятся версии. И у нас версионируются не только сами документы, но и связи между документами из разных коллекций. И что самое приятное, наверное, что это версионирование опробовано на реальном проекте, и оно работает. Буквально минута, даже меньше на то в цифрах, что мы уже проверили. Значит, мы проверили это версионирование на около тысячи файлов, которые достигали размерами до 7 гигабайт. Что минимальные изменения в этих файлах занимают буквально одну-две минуты, не более. Что готовятся репозитории размером около 10 тысяч файлов подобного размера. И что количество подобных репозиториев будет только увеличиваться. Да, наш проект является источником данных для инструмента Visabi, который отображает их на графике красивенько. То есть можно самим там поиграться, побаловаться. Мы ссылки дадим в конце презентации. Можно проследить динамику изменения различных величин. И вот те ссылки, которыми мы пользовались по ходу работы. То есть это то, что нам помогло создать этот тип версионирования. Вопросы? Доброго дня. Мне интересует вопрос. Вы сказали, что изменения в базе данных вас занимает несколько минут. Как на меня это немного, и для использования это будет немного напряженно. Дело в том, что это до одной-двух минут. Это минимальные изменения имеются в виду… Одно значение поменялось, что деколька хвилин займа. А? Ну, там в слайде было написано, что минимальное значение, минимальный change займае до колькох хвилин. Правильно? Ну, вообще обычно пару секунд, да. Да. Ну, мне кажется, что тут можно подумать над тем, чтобы использовать какую-то другую базу, оскольку у нас универсальная система. Можно попробовать какую-то, не знаю, без базу, которая больше, которая работает с большими объемами данных. Вот. Ну, не вправо, не по поводу там Hadoop, но я бы когда бы просглянуть, какие-то, ну, той самой же SQL-ной, Postgres, або какие-то… Да, мы в курсе, и это… Просто у нас инфраструктура изначально исторически была построена на Молге, и подменять ее было это ужас просто. Поэтому, конечно, заменить лучше, и она очень похожа на реляционную базу, да, то есть эти линки, все ближайшие ключи и так далее. То есть было бы идеально, но в текущий момент мы просто не могли ее подменить, потому что очень много было построено, пришлось выходить, находить, да, выход там, где было. Ну, вы молодцы, что планируете с ней перейти для великих данных. Дякую.